Добрый вечер. Чем страшнее становятся будни, тем чаще проводятся праздники. Сегодня у нас 38 лет КАМАЗа. КАМАЗ это самый большой завод грузовиков в мире. Но мы, правда, не знаем, что там у китайцев происходит, у них тоже, если надо, то чисто статистически они переплюнут кого угодно. Ну, как со своей липовой армией, которая на самом деле не столь велика, со своими остальными достижениями и прочими нефритовыми зайцами, породившими шикарные анекдоты из серии «Зайц», «Починился, а когда починится, изработает моя настольная лампа», товарища китайца. И вот, тем не менее, КАМАЗ это совершенно грандиозный завод, он фантастический по размеру. И он созидался вот в том же самом порыве, в котором и был у нас заложен целый куст производств по берегам Волги. В Тольятти кое-что построили, и город Тольятти построили. До этого он даже как таковым городом не был, это Ставрополь на Волге. Ну, не очень большой населенный пункт. Целый автокластер, он включал в себя массу всяких разных производств, в том числе завод КАМАЗ. Разработку автомобиля, который стал нам известен как КАМАЗ 5320, поручили ЗИЛу. И ЗИЛ его делал, даже не подозревая о том, что это поручение партии правительства, которое у них отберут. Это был такой период отголоска, оттепеля и хозрасчета Хрущева, когда вдруг почувствовали, что вот можно взять и сделать, вот можно по-честному создать, хорошо поработать, по-настоящему, вот без опаски, без страха, в творческом порыве. И тогда была очень интересная работа на АЗЛК, делали там машину 3.5, работали над ней всерьез. Тогда ЗИЛовцы решили, что пора на смену 130-ки, придумать что-нибудь более интересное, и заложили целое семейство капотных и безкапотных автомобилей, это ЗИЛ-170, ЗИЛ-175. Конечно, подсмотрели канадскую версию грузовика International, так тщательно изучив этот опыт, ну, для того, чтобы войти в светлое завтра, мы не можем посмотреть, пропустить мимо себя не менее светлое американское вчера. Это такая традиция, тем более, что на ЗИЛ и на Америку ориентировались всегда, и наш ЗИЛ-5 это автокар американский, и вообще много интересного у нас в автопроме связано с Америкой под тем или иным соусом. И вот ЗИЛ делал для себя машину, и когда стало понятно, что машина получается, они сказали, ребят, спасибо, отобрали всю эту разработку, отдали КАМАЗу, и вот так постепенно был построен грандиозный завод, и на тот момент то, что сделал КАМАЗ, это, конечно, 76-й год, 16 февраля, совершенно прорывная конструкция, она настолько воодушевила страну, это такой интересный наземного облика автомобиль, у нас ничего похожего не было. МАЗы жили немножко автономно, и в этот момент мы ведь встречаем по одежке, то есть по кабине уже было понятно отставание, и еще была страшенная совершенно машина, горный тягач, колхида. Кстати, тоже ЗИЛовская разработка, это просто кракозавр, вызывавший и коту у детей, и у оторопи у взрослых, там, по-моему, даже некоторые животные занимались суицидом, увидев это, бросались в пропасть целым стадом, потому как очень тяжело было. И вот так или иначе у нас получился КАМАЗ, и КАМАЗ, он был построен, как все в нашей стране, ради решения двух задач. Первое, это продержаться до подхода основных сил, и второе, дать ответ супостату. Ответ супостату, соответственно, мы давали, изучая американский, канадский опыт, и созидая у себя на лучших образцах, на их примерах догнать и перегнать, и прямо на уровне Кульмана уже догнали и перегнали. То есть так или иначе ответ мы дали. А вот задача простоять до подхода основных сил, она у всех выполнялась, конечно, по-разному, но в этом отношении, что АвтоВАЗ, что КАМАЗ, что, например, обувная фабрика Скороход, они все построены по одному и тому же принципу. Идет освоение очень узкой товарной линейки. На АвтоВАЗе 2-3 модели, на КАМАЗе 2-3 варианта. На Скороходе желательно, чтобы хромовые офицерские сапоги на железных гвоздях, на наборном каблуке из обрезков кожи, не менялся никогда. И задача, и вообще в целом доктрина нашего АвтоВАЗа, которая и погубила в итоге экономику, отрасль и, в общем, всерьез всю нашу страну. Она сводилась к тому, чтобы произвести товарное насыщение. Речь не шла о создании изделий, соответствующих в действительности каким-то там мировым образцам, которых никто никогда не видел. Кто вообще понимал, как выглядят те самые образцы, которые мы догнали и перегнали? Пусть то авторучка, плащ, ботинки, фотоаппарат, автомобиль, магнитофон. Кто эти западные образцы когда видел? Где? Ну там 2-3 клятых москаля, 2 питерца и пара выездных чекистов, которые прикидывались дипломатами, да, они это видели. И давали подписку, а не разглашение. Остальные нет. И вот что АвтоВАЗ, что фабрика Скороход, что КАМАЗ. Задача такая. Сделать, локализоваться, освоить, выполнять план и не модернизироваться. Ни в коем случае не модернизироваться. Да, небольшие улучшения, да, резиночку поменять, да, еще что-то. Но как только вы пытаетесь затеять новую модель, тут же вы обрекаете завод на убытки. И вот почему АвтоВАЗ не в состоянии выжить без государства? Почему КАМАЗ не в состоянии выжить без государства? Потому что в нем, в принципе, в этой модели, в этой бизнес-модели, как говорится на современном языке, не заложена идея модернизации. Ни в коем случае. Мы должны делать один и тот же кирзовый сапог всю жизнь. И фабрика Скороход делала свои знаменитые сапоги, которые назывались в армии Струпья Скорохода, а также Смерть Скорохода, до тех пор, пока просто в Красной Армии в момент перевооружения, перехода на другую форму, не отказались от сапог в принципе. Вот когда они стали не нужны, вот только тут потихонечку производство сошло на нет. И Жигули мы тоже бы клепали всю жизнь, как бы не вот этот железный занавес, павший, и вдруг выяснилось, что образцы существуют, и мы с ними боремся, но даже не отсвечиваем на их фоне. КАМАЗ через практически 34 года, через 36 лет после того, как начал выпускать товарную продукцию, выпустил двухмиллионную машину, ее невозможно отличить от первой. Это та же самая машина. Сколько бы КАМАЗ не хвастался о том, что у нас импортные комплектующие, о том, что у нас идет работа над чем-то там и над качеством, нет, он не изменился. Вообще, это та же самая машина. И в этом и была суть завода. Он тоже был выполнять план. Он окупился в течение первых 8 лет, хотя в нашей лукавой экономике это не очень достоверная цифра, и тем не менее, он окупился, давал прибыль, и тем самым он был грандиозным нашим заводом, мы им гордились. Потихонечку теперь можем на фоне наших чудовищных будней праздновать абсолютно любой день, в том числе и сегодня подойдет день рождения КАМАЗа, 38 лет, машина все та же, но до подхода основных сил завод все-таки продержался. Вот эту социалистическую задачу он выполнил. И выяснилось, что 38 лет своего существования завод КАМАЗ ждал немцев. И он дождался и сдался немцам, сдался Мерседесу. Задача была продержаться до подхода основных сил, никто не предупредил, что основные силы будут немецкие. Сейчас туда потихонечку входит Даймлер, и Даймлер занимается тем, что он модернизирует все, и в кулуарных беседах с немцами, когда у них спрашиваешь, ну какие перспективы, они так очень аккуратно говорят, это оказалось сложнее, чем мы предполагали. В переводе на русский язык, ну это совсем кранты. Когда Минавтопром, он же Министерство торговли и развития того, чего невозможно развить, констатирует, что у нас только 5% производств соответствует мировым образцам из автомобильных комплектующих. Это касается в том числе и грузовика. Не из чего. И поэтому потихонечку Мерседес туда приходит на КАМАЗ. Будет немецкая кабина мерседесовская, немецкий двигатель, коробка ZF, так или иначе, мосты мерседесовские. Вот из этого будет наш КАМАЗ традиционного русского качества. Но когда мы говорим о том, что подобная вещь произошла, например, с автовазом, он продержался до подхода основных сил и был передан в руки французам. Вообще неприятно, но так уж и быть, это вопрос вкуса, нравится или не нравится тебе иномарка. Когда подобное произошло с Горьковским автозаводом, я это воспринимаю как личную трагедию, потому что на газе были очень интересные, очень грамотные и адекватные разработки по полному приводу, по легковому полному приводу. Какие там любопытные джипы созидались. И все это было похоронено, потому что завод был заложником системы, он просто умирал и в итоге сейчас стал до сборкой иностранного. Но опять-таки, тут уже сложнее, тут уже трагичнее, но то, что мы лишились Волги, память о ней, конечно, светла, но так уж и быть. Но когда мы говорим о грузовиках, знаете ли, на грузовиках нам воевать. Мы продержались с нашим КАМАЗом до подхода основных сил, которые оказались немецкими. И у КАМАЗа очень интересные перспективы, потому что и проект Тайфун, это тоже КАМАЗ, это те самые МРАПы, то есть защищенные от мины, подрывы на фугасе, транспортные средства для нашей армии, которые мы до сих пор толком не можем начать осваивать, но мы их можем задумать, что немаловажно. И вот если мы потихонечку закрываем свои легковые производства, ну нет у нас там, например, АЗЛК, и больше никогда не будет. Вот у нас сейчас и жмаш в этом состоянии перехода, одной ногой уже там, за границей. Горьковский автозавод, Тольятти ушли к иностранцам, делают иномарки. Ну ладно, так уж и быть. Но есть все-таки отрасли, в которых нельзя пускать за границу. Брать у них лучшее можно, а пускать нельзя. С днем рождения КАМАЗа. Всю следующую неделю, с 24 по 28 февраля, каждый день с Алексеем Мочаловым, у нас здесь на Финаме будут царствовать и торжествовать во всем своем великолепии грандиозные пикапы Америки. Каждый день Алексей Мочалов будет рассказывать о моделях одного бренда или концерна. В понедельник, 24-го, мы начнем с грандиозных пикапов Chevrolet Avalanche, Silverado, GMC. Во вторник у нас весь день, то есть весь эфир будет посвящен серии Ford F. Те самые Ford Raptor, Ford F-150, 250, 350, только весь эфир про пикапы, грандиозные американские пикапы Ford. В среду у нас будет знаменательнейшая страница, отвечающая сразу на большинство ваших вопросов. Dodge Ram, Dodge Daytona, Dakota. Весь эфир будет посвящен только этим машинам. В четверг у нас будет Toyota Tundra и Nissan Titan. Ну и Toyota Tacoma еще так между делом, поскольку тоже по этим машинам есть регулярно всякие разные вопросы, есть ваш интерес. И в пятницу у нас будет Cadillac Escalade и такая экзотика, как Honda Ridgeline. Готовьте свои вопросы, структурируйте их. И прямо начиная с понедельника по ходу пьесы, в момент повествования, мы будем обо всем об этом говорить и отвечать на ваши вопросы. То есть первая получасовка будет точно совершенный доклад Мочилова. Дальше уже в зависимости от того, насколько точно и интересно у вас будут попадания по вопросу. Потому что если вы спросите, как именно поменять лампочку и почем, это все-таки не к нам. Если вас будет интересовать что-то концептуальное, грандиозное, в том числе эксплуатационное, вот это как раз к нам. То есть у нас будет Великая Американская Неделя, посвященная грандиозным пикапищам. Это впоследствии выльется в ряд публикаций, которые у Алексея Мочилова носят обычно общее название «Концентрант мыслей». Те, кто знают Мочилова и заходят к нему в блог, они помнят, насколько качественно, грамотно и интересно это все подано. В том числе с иллюстрациями. Ну, иллюстрации мы уже разместим. Либо вот у меня на сайте msrus.ru, и у Леши Мочилова в «Любджорнале» в обязательном порядке, так что готовьтесь, это будет интересно. Мне показалось, что Леша Мочилов, как человек, который на всем на этом ездил, будет вам ценнее в качестве собеседника, чем я. Ну, не без оглядки на вполне достоверные 5 баллов мейла нашлось, констатировать свои 4 балла. Местами затруднения, город движется, все хорошо, выбираем себе новую машинку. Мы помним правила. Qashqai должен быть красным, айфон должен быть белым. 65, 10, 9, 9, 6. Владислав, вы открываете балл. Здравствуйте, Владислав. Здравствуйте, Сергей. Наконец-то я дозвонился. Наконец-то я дождался, Владислав, вас. Спасибо большое. Значит, вопрос у меня такой. По поводу автомобиля. Интересует меня, значит, АХ-35 Hyundai. Дизель, бензин. Вот. Начну с того, что девушка ездила на Пежо, научилась ездить. И теперь говорит, мне надо повыше, мне надо побольше. Потому что зимой на Пежо выбраться невозможно из сугроба. Ух ты. А вы ей сугроб специально лопатой подкидываете? Нет. Лопата лежала в Пежо специально, чтобы разгребать сугробы и выехать. А, то есть девушке на самом деле нужна была ступа, а вы ей лопату. Не знаю. Вот сейчас выбор ее пал на АХ-35. И хотелось бы, как говорится, послушать эксперта вас. Он очень хороший 35-й. Для мужчины он должен быть дизельный. Для женщины он должен быть полноприводный любой бензиновый, какой только она захочет. Вот самая стартовая комплектация. Она прям попала в точку. Да, да. Он замечательный. Он отличается своей внешностью от Sportage. Большинство дам после этого переходят к Sportage, поскольку он все-таки более европейстый, более пригожий. 35-й достойный автомобиль. Едет нормально. Всеми четырьмя колесиками гребет. Когда она его засадит точно туда же, где у нее погибал Peugeot и начнет откапывать руками лопату, не пугайтесь, ничего страшного. Это просто в силу того, что женщины к автомобилю относятся несколько не так, как мужчины. Сам по себе аппарат дееспособный. И в нем, особенно в хороших комплектациях, в дорогих, очень много интересных игрушек. Вот та игрушка, которую, если хотите, чтобы женщина совсем была в восторге. У нее камера парктроника в самой дорогой комплектации выведена в зеркало заднего вида. Цветная. То есть барышня включает заднюю передачу, реверс, начинает отползать и пытаться как-то взор куда-то пристроить. Мало женщин пользуется зеркалами, еще меньше женщин оборачивается. Но, тем не менее, бац, а в зеркале заднего вида очень красивая, адекватная картинка. Такая прям лапочка. Прям видно, как ребенок, например, пытается закинуть какую-нибудь детскую игрушку под колеса. Или там фугас кто-нибудь мастерит в этот момент, привязывая его к выхладной трубе. Во всем остальном, машина нормальная, и у нее, ну что, мотор 2.0, ну едет. Ну, расход топлива у женщины, он будет такой, что вы первое время будете нервничать, потом привыкнете. И ценник обслуживания, потому что Hyundai, это, знаете ли, лучшая машина на планете Земля. Дилерская сеть, она номер один. И Hyundai, ну вот, например, была все время машина. Консалтинговая фирма Vector считала стоимость владения в рамках официального прайс-листа. Первое место на планете Земля на шестой части суши в России взял Hyundai Getz, который стоил дороже, чем любой Cadillac, Mercedes и Bentley вместе взятые. Просто для того, чтобы маслица поменять. Вы с этим тоже столкнетесь. У вас будет такое ощущение, что каждый раз вы машину выправляете руками после попадания в нее 76-мм снаряда. То есть ее заново собрали, разобрали, поклеили, подкрасили и отдали вам. То есть любое ТО будет вызывать непонимание. Ну, ничего страшного. Это, знаете ли, корейская сборка. Это Европа. Это лучшая лапша на свете. Круче бывает только японцы, там тоже есть свои засады. Лапша. Это сарказм или на самом деле? Вы чью лапшу пробовали? Если Доширак не считает лапшой в пенопласте. Нет. Русская, домашняя, вкусная. Да, которая на самом деле является посвесловием к монголо-татарскому нашествию, но никак не игу. И является на самом деле разновидностью национальной кухни Китая. А тут же, кстати, и японская лапша, поскольку Япония, если вы помните, тоже произошла благодаря Китаю. Ну да. То есть мы с вами... Это тоже спор о пельменях. Кто придумал пельмени? Русское национальное блюдо. Ну, вообще-то китайцы. Да, китайцы первые, да. Как ни странно, но факт. Да, пришли к этому... Если бы китайцы... Если бы, вернее так, Чингисхан не дошел бы до Италии, итальянцы до сих пор бы не знают, что такое равиоли. Да. Теперь они знают. Максим, здравствуйте. Добрый день, Сергей. Традиционно спасибо вам за передачу. Спасибо. Опознавательно. Вопрос такой. Есть Паджеро-спорт. Три года ему. Пора его менять. А есть на что? Вот, вот, вот. Вот, просто такая ситуация, то, что жизнь изменилась. И уже два года езжу в основном только по городу, с пробегом по 100 километров в день. И тяжело на Паджеро-спорт по пробкам. А почему тяжело? Что в этой машине тяжелого? Тяжелого... Не успевает он за потоком. На газ нажимаешь, пока он до 2000 доберется, оборотов не едет. То есть поворотник надо перестроиться, дырку какую-нибудь. Поворотник включаешь, газ нажал, хоть в пол, не в пол. Он думает, думает, думает. Дырка уже закрылась. Уже машина проехала. Уже вторая машина, там, вторая дырка образовывается. И он только начинает... Максим, а на каких машинах вам раньше удавалось так шустрить в потоке, чтобы резво и красиво? Ну, честно скажу, брал на подменку у Афсала на 3 дня Солярис. Получил только удовольствие на 1,6 на автомате. Успевал везде. Вот оно что. Если бы взяли, Максим, 1,6 на ручке, вы бы успевали в 2 раза быстрее, чем на автомате. Ну, в общем, для города, за городом, если бы эксплуатировал автомобиль, идеально просто. Лучший автомобиль за такие деньги, не знаю, на трассе великолепен. Максим, свет ночной. Вот как только вы избавитесь от своего, вот этого ставшего ненужным в обиходе, и могу только порадоваться за вас, за то, что вы настолько трезво относитесь к реальности, понимая, что вот это уже излишне, и нужно что-то более цивилизованное, более европейское. Но вы тоже теряете высокий клиренс и возможность спокойно совершенно упираться в любой бордюр. Вы снесете себе бампер по привычке. Представляете, у вас там отработалось за 3 года манера так несколько небрежно смотреть на... Я до этого, да, до этого я 4 года на партетнике ездил, и был как какой-то так драйв интересный, заедешь, не заедешь. А на Паджиро в городе, даже вот на дачу, я даже не знаю, где найти такие места, чтобы он не справился. Да, чтобы даже включить хотя бы блокировку центрального дифференциала. Если не выезжаешь куда-нибудь, направленный на какой-нибудь троферейд. Так, и того, Максим. Значит, Солярис вам уже понравился, вам нужна быстрая машина, вам нужна быстрая дорогая. Мне нужен, хотелось бы, наверное, паркетник в районе 1,4 миллиона. Такой комфортный, с полноприводным, на автомате, чтобы жена могла ездить и я ездить. Такая разъездная, как каждодневная машинка. А почему вы решили, что она будет быстрая? Ну, мне быстрая особо не нужна, имею в виду, чтобы она успевала в потоке. Максим, оставайтесь после новостей, продолжим. Тут что-то совсем странное у вас, новость. Максим, вы еще с нами? Да, да, я здесь. Я не могу понизить условия задачи. Итого, у вас реально очень динамичная машина Pajero Sport. Вам кажется, что она медленная и она плохо перестраивается? Нет, тяжело перестраиваться. Жене тяжело на ней ездить. Стоп, жене тяжело или машина тяжело перестраивается? Это не одно и то же. Нет, ей же тяжело водить машину. Ей тяжело, потому что машина большая и ей кажется, она не динамичная. Ну, такая, тугая, да. И тем более, это длинный 4,2 оборота руль. Парковаться уже, крутить не в радость. Понятно. Сначала было нормально, а потом... У вас есть практически эталонная машина, которая с очень хорошей управляемостью, с очень классным динамичным мотором, который просто не подходит по стилю жизни в городе. Раз, и не подходит жене, два. Но для этого вы хотите купить то же самое, на полметра короче и чуть резвее паркетник, практически по такой же цене. Потому что что Pajero Sport, что паркетник, они пересекаются в этом ценовом диапазоне 1,4. Но где гарантия того, что ваша жена справится с любой другой машиной? Потому что это всё-таки проблема не машины, а жены. И если вы берёте паркетник, например, с каким-то мотором 2,0, он у вас тоже не успеет вообще никуда. У него тоже будет неострый руль, за счёт того, что эту машину с высоким центром тяжести готовили не для резвых перестроений, а для того, чтобы она надёжно шла, а надёжность у неё, в том числе, в вялом рулевом управлении. Плюс нединамичный мотор, потому что стартовые двигатели в 2,0, они только для того, чтобы тихо, спокойно катиться. Вы за 1,4 можете купить машину, которая окажется гораздо хуже и сложнее, но просто краше и новее, чем Паджеро Спорт. Либо вы уходите, например, в диапазон вот тех машин-стрелялок городских, там всяких Фордов, Фокусов, СТ, либо Фольксвагенов Сирока, там с двумя турбинами, когда наступил, уж перестроился, так перестроился. Я понял. У меня до этого был Форд Маверик 2,3, который 154 села. Вот он идеальный был для города. Я просто получал удовольствие от вождения его. Четыре года на нем откатал. Это как... Паджеро. То есть у вас была машина с четырехступенчатым автоматом, с мотором 2,3, которая, ну вот с точки зрения экспертов, экспертов, не пользователей, это как раз два разных полюса. С точки зрения экспертов, не едет вообще, стоит на месте в принципе. И эта машина, вот когда она была, например, на тесте в авторевью, то Костя Сорокин, один из самых уважаемых мною авторов нашей автомобильной журналистики, этот материал озаглавил «Дремотная Азия». Потому что оно не идет, не едет и не ползет, и даже не шуршит. И на его фоне Паджеро Спорт это гоночная машина. Но, видите, как интересно, с точки зрения пользователя, все наоборот. То есть вот эта бензиновая машина, Maverick, которая никчемная с позиции экспертов, она резвее, интереснее, правильнее. Не то, что резвее, как бы толкаться в пробках было на ней комфортнее. Да, да. Ну вот здесь, кстати, разница подходов, потому что американец. Да. Причем сделан в той же самой никчемной маленькой стране на Атшибе Азии, один в один, на тех же самых заводах под соседним кустом, но для Америки и американское представление о комфорте больше совпало и с вашим представлением, и с представлением жены. Итого, как только вы берете себе машину с мотором 2.0 на полном приводе, вы попадаете в просаг. Поэтому вам нужно брать топовую комплектацию с самым ядреным мотором, с турбиной, которая только есть. И пережив турбо-яму, вы действительно начнете очень резво перестраиваться и в качестве рецидента... Горцовать мне не надо. Я имею в виду просто, чтобы на газ нажал и не через 3 секунды, как пожароспорт тронулся с места, а... Я так вот вижу, кавычка. Хотя бы сразу за педалью газа поехал автомобиль. Вот у меня вот достаточно такого. За педалью газа сразу едут атмосферники большого объема. Все остальные машины с малыми объемами, всякие там 2.0, 2.5, с ошейником экологическим по Евро-5, они едут, ну, мягко говоря, не так динамично, как вам кажется. По крайней мере, видимо, у нас критерии оценки разные, то для меня, только Хонда Солярис в принципе едет нормально. Он едет нормально, и у него как раз машина, машина-обманка, потому что в нее поставили мотор не от нее, это потрясающий совершенно двигатель, и он тайком от всех нас по Евро-3, он абсолютно линейен, наступил и получил, и даже 4-ступенчатый автомат предыдущего века, 19-го, не может ничего поделать с этим мотором, машина остается очень резвой. И тогда вам нужно искать атмосферник, поскольку любой паркетник будет перетяжелен, в том числе и по трансмиссии, а не только по общей массе, вам нужно искать машину, у которой будет вот этот момент разгонной динамики, вам его впрямую никто не скажет, цифры будут лукавить, но он будет напрямую зависеть от того, есть там турбины или нет, какой класс экологический, пятый, шестой или, наконец, третий, четвертый, и эту машину вы будете искать очень долго. Ну, а тогда что-нибудь городского, что посоветовать? Городского? Лучше всего красную. И не с кожаным салоном, поскольку очень жарко. В общем, цель в том, что за эти деньги лучше пойти и новые Паджеры здесь. А новые Паджеры вам зачем? Вы в этом брутальном ящике в городе будете себя чувствовать все хуже и хуже. Тем более, что Максим Лексутов будет вам капать на мозги всеми способами и, в общем, мотать нервы на кулак, опустошая кошелек. Он скоро введет еще какую-нибудь дифференциацию по типам автомобилей. Рано или поздно он это придумает, что чем больше машин, тем, соответственно, больше ваш индекс буржуазности. За это с вас полагается в копилку оккупации больше количества денег. Понятно. Вам даже паркетник противопоказывают. Если, тем более, Солярис, замечательный автомобиль, сделанный для города, он в этом отношении. Не, ну, хотел его для семьи. Ну, что тогда за один, четыре или семьи поедутся в таком... Максим, вам в таком случае нужно разбираться не со мной, а с семьей. Потому что у вас с женой, с собой и внутри вашего дома и семейства настолько эклектичный уклад, что машину выискать при помощи третейского судьи в виде какого-то там Сергея Слоняна будете лет пять, наверное. И вашей жене нужно не то, что вам, и вы постоянно путаетесь в показаниях, и портрет размывается. Что же вам нужно? Этот портрет не складывается в единую машину. А самое главное, ведь вы же позвонили. Почему? Потому что вы не можете договориться с собой, вы не можете договориться с женой, вы не можете договориться с автопромом, а третейский судья здесь противопоказан абсолютно. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Очень рад за ваше терпение, вы просто показатели талон, дам вам здоровья. Спасибо. Знаете, Александр, и вам, кстати, тоже здоровья. Да, спасибо. Спасибо. Я хотел, что вы узнаете. Присмотрелся к американскому автопрому, как говорится, с пробегом на 2011 год. Есть такие, достаточно много автомобилей 2011 года, в частности, с пробегом 5000 миль, 7000 миль. И я хочу понять, какие нужны проверки, чтобы это подтвердить, либо проверить. Спасибо. Карфаксы, конечно же, а вообще, те люди, которые работают, что называется, по Америке, они очень ушлые, очень профессиональные. И для того, чтобы из Америки притащить машину с пробегом минимальным, нужно как-то объяснить, где она провела столько лет. Вот 2011 года, то есть, легенда такая, значит, эту машину никто не купил, она стоковая, она там выставочная, поэтому у нее минимальный пробег. Америка, это точно такая же жлобская страна, где люди очень не любят выкидывать деньги на ветер, несмотря на то, что у них есть маленькие проценты по кредиту, не такие, как у нас, у них есть варианты по лизингу, но бесплатного сыра не бывает даже в американской мышеловке. И для того, чтобы эту машину перехватить у американцев, притащить к нам, нужно было принять какие-то сверхусилия. хотя вот новые там 2014 года с пробегом в 2-3 тысячи миль, да, верю, там новые машины 2013 года с пробегом в 2-3 тысячи миль, особенно те, которые практически, что называется, нулевые, то есть остро-модные там какие-нибудь потрясающие там линкольные навигаторы, там, Кадиллаки, Эскалейды, да, вот эти, они с минимальным пробегом по Америке приходят к нам достаточно честные. 2011 год. О, как интересно. Это она где тонула? Это она такую биографию имеет? Ее оттаталили после ДТП, потом долго восстанавливали в Литве? Ну, вот бывает такое, да. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Михаил. Вы знаете, да, очень интересная программка, очень часто вас слушаю. Ну, первый раз позвонил, и, правда, честно говоря, первый раз, наверное, позвонил. Везет же. Вот, наверное, потому, что все-таки душескрепещущая ситуация. Мне очень жаль автомобиль КамАЗ, хотя это действительно автомобиль был в свое время очень-очень хороший. Вам жалко завод или сам автомобиль? Нет, вы знаете, я очень хорошо знаком просто с Зиловской разработкой еще. Я его вживую видел, знаю, знаю, какой все-таки завод Зил выпускал и какие у них разработки были все-таки. Это очень интересное было. Ну, в принципе, у нас всего три завода-то было в Советском Союзе, которые разрабатывались разработками. Это Зил, это, как ни странно, ЗЛК, у которого очень хороший, вы правильно сказали, 3,5. Автомобиль был на тот момент, действительно, был очень хороший и очень хорошая задумка была. Ну, и в то же самое время тот же самый газовский завод. по поводу автомобиля «Тайфун». Алло. Проекта «Тайфун», потому что «Тайфун», они есть ураловские, есть камазовские, они скапотные, бескапотные. Я знаю, просто, ну, открою маленький секрет, я работаю по бронеавтомобилям, как бы, и все это дело мы знаем, у нас проходит все это дело. Есть еще несколько маленьких, таких очень маленьких компаний, которые работают по бронировке автомобилей, которые тоже пытаются сделать «Тайфун». Пытаются, пытаются, да. Пытаются. Но себестоимость этих маленьких компаний, их не цена, и себестоимость того же самого КамАЗа или Урала, ну, намного, разница очень большая. Вот. Это два. По самой защите бронекапсулы практически они не отличаются. Это, наверное, три уже будет. Это в результате испытаний ясно, что они практически не отличаются, или это по документам не отличаются? Нет. Это не документы. Это не документы. Я про документы не говорю ничего. А сколько под колесо бросали? Какой фугас? Семь и пять. Ну, да. И что? Нормально. Даже тот же автомобиль Федерал на базе Урала или Обитатель. Вот. Я видел, как проводили испытания. Знаете, поросят остались живы. Михаил, в эфир придете, расскажете на условиях анонимности о том, как это у нас выглядит, как у нас работы, в каком русле, в каком направлении? Я бы согласен, но, наверное, я не смогу, потому что на работе очень много дел, и как бы сейчас меня не отсутствует. Ну, какая разница? Это же тема у нас, проекту Тайфун, сколько у нас лет, десятилетий? Ну, на самом деле мы-то занимаемся совсем недавно. Ну, да, мы 30 лет проспали, мы сейчас как раз вот уже успели юбилей вывода из Афгана отметить, а по сию пору топчемся на месте, хотя тема там уже в полный рост встала. Знаете, один полковник определенных войск сказал одну вещь очень интересную. Ребята, если вы это сделали бы хотя бы еще в 90-х годах, может быть, очень много бы жизней было бы спасено, особенно молодых пацанов. Да, именно так. Честно говоря, это задело за душу, потому что, ну, все-таки я тоже служил, я тоже знаю, что это такое, но если еще дальше разбираться, то автомобиль КамАЗ, я прекрасно видел этот автомобиль КамАЗ с немецкой начинкой, а будет ли он работать у нас этот автомобиль на далеком-далеком севере, в том же самом Нарьяме Марья, в городишке. Он сможет там работать? Обязан, но там КамАЗы в принципе не живут, там все-таки техника гусеничная живет, там МТЛБ хорошо себя чувствует, там Четра, самое место, вот Четри там самое место, собственно, под нее и делалось, а все остальное, КамАЗ, нет, КамАЗ-магистральник, КамАЗ-самосвал, стройки, пятилетки. Михаил, найдите меня через Facebook, давайте продолжим разговор, приходите на эфир хоть через год, но наш лось поражает честностью 6 баллов, Mail.ru 5 баллов, либо наш лось выздоровел, либо что-то недосмотрел. Борис, здравствуйте. Сергей, добрый вечер. Рад вас слышать. Дозвонился к вам, хотелось бы услышать ваше мнение по поводу Ниссана Петрова и сравнения нового, нового Land Cruiser. Так. И некоторое сравнение его с 200 Land Cruiser. Почему настолько популярен 200-й и настолько непопулярен Патруль или Петров или Патрол? У Патруля самое главное обвинение Патруля в его безальтернативно бензиновом моторе. Такой мощности, которую по налогам сразу человек сделает миллионером. Патрол, он остается внедорожником. Вот сейчас как раз в эти выходные Леша Мочелов рубился именно по бездорожью в районе Суздали с целым караваном внедорожников и туда заглянул абсолютно новенький Патрол на практически стоковой комплектации. Ничего в нем такого не было и нормально прошел всю трассу. То есть наравне со всякими там крузаками сотами и двухсотами очень хорошо, но все-таки у нас же культ Тойоты в стране. У нас, посмотрите, почем стоит любая поддержанная Тойота. Такое ощущение, что ее делали лично японцы собственными руками, причем, видимо, где-то на Дворцовой площади под присмотром императора. С чего это? Это вот тот самый слух, который волной накрыл в том числе и столицу, придя с Дальнего Востока, когда несчастные, забытые, брошенные на произвол нашей страной люди на отшибе, хотя Дальний Восток как можно было сделать из такого богатого края окраину империи, непонятно. И тем не менее, к ним пришел правый руль, пришла Тойота, выяснилось, что, ах, это здорово, все здорово, а Тойота здоровее, вот с этой легендой мы живем по сию пору, хотя... Вот это здорово, Тойота. Да, вот это здорово, Тойота. Но у Тойоты, что, действительно, заслугу ей можно поставить, то, что все крузеры это не чета остальной модельной линейки. Крузаки, особенно... Именно Тойотовской модельной линейки. Да, да, да. Вот крузаки, то, что они делают, даже убогая 150-ка не для города абсолютно. Она остается внедорожником и очень неплохим, не говоря уже о 200-ке. Да, вот Линн Крузер, то есть Прада, он покупается по ошибке для того, чтобы кататься и форсить по Москве. Бесполезно, потому что этот утюг в городе неприемлем. За городом он раскрывается. 200-ка тем более. Но вот среди этих двух машин, адресованных теперь уже не нам с вами, а шейхом из Эмиратов, 200-ка предлагает, например, дизель. И дизель ведь в условиях особенно бездорожья, в чем выигрыш дизеля? Атмосферный. Там есть варианты, особенно для арабов. Там есть очень много интересных вариантов, которые недоступны нам. Но, вот когда вы, предположим, рубитесь всерьез, уходите вдаль, и у вас выбор между безальтернативным бензиновым патрулем или ленд-крузером и 400 лошадиных сил патруля. Это же грандиозно. У него же и 33-е стоковые колеса уже хорошо. Но у вас запас хода. На дизеле вы уходите дальше. А бензин со своим вот этим расходом, он обрекает вас что? Либо цистерна на хвосте, либо под завязку вы везете с собой канистры, либо короткими перебежками от одной заправки к другой. А заправки заканчиваются довольно быстро у нас в обитаемой зоне. Ну да, особенно хорошая. Да, конечно. И когда вы на дизеле уходите куда-то в отрыв, у вас все-таки запас хода при самом серьезном раскладе, когда у вас там все, все, что можно, заблокировано, когда у вас чудовищная идет битва за себя, естественно, расход топлива поражает даже на дизельной машине, все равно запас хода остается. И почему за старым, например, патрулем, за 60-кой, даже за 61-го идет такая вот легенда, переходящая в охоту, но потому, что вот этот 4.2, рядная шестерка, которая там 115 лошадиных сил, это же крутящий момент, плюс запас хода. Вот на этих 4.2, на неубиваемых, в отличие от 3.0 дизельных, которые в 61-й ставятся, на механике особенно 4.2. Да, ну, на 4.2 на коробке автомат найти, ну, наверное, на всю нашу страну штуки 3 таких бегает. Понятно. Они потому, что всегда без вариантов на механике, но зато, понимаешь. Но в плане какой-то выносливости, вот именно бездорожной. Машины готовы к тому, чтобы уже сейчас прямо со склада прыгнуть в пучину, и патруль со своим супермотором, и Тойота, да, тем более, если вы их еще как-то подготовите и по защитам, и по блокировкам, и по резине, по лифту, подвеске. Да, конечно, это желательно сделать, если у вас серьезно идет битва. Основной минус как бы по 2 сотке это все-таки угоняемость, статистика угоняемости. А вы купите красного цвета? Ну, или перекрасить. Ну, либо перекрасить. Хотя, конечно, у нас угоняют любую машину, даже если вы ее закатаете там в какие-нибудь суперцвета, или у вас будет какая-нибудь красивая картинка во весь борт, все равно угоним, потому что перекрасит. Да, Toyota? Это же легенда. Это же, я бы даже сказал, в натуре легенда. Понятно, Сергей. И еще вопрос такой, вот говорят, что выходит в этом году новый X-Trail, просто у меня уже на X-Trail, в принципе, она как бы довольна, такой, ну, я и сам на нем езжу, такой, хозяин по дому, по семье, что называется, там. вот, вот, с новым, там, какие вообще задумки? Это будет Кашкай. И будет ли он у нас вообще? Он будет у нас, это будет полноприводная девятка, но дорогая, такая, знаете ли, девятка, я тут себе такую девятину оторвал. Понятно, то есть, как бы намека уже на предыдущие X-Trail не остается никакого, да? Вот у Nissan это странная особенность, они берут какую-нибудь машину, начинают ее всерьез делать. Вы вспомните, как первый X-Trail или там, там, Тирана, например, какие интересные были машины, а потом раз, деградация в какую-то просто пуховую перину для того, чтобы какие-то дети там катали машинки по песочку. Зачем? Зачем это делать? Я не понимаю. И вот, если Кашкай, они очень не любят это сравнение, что платформа Кашкай и X-Trail это одна и та же машина. Почему, собственно, X-Trail вашей жены на таких детских колесиках? Да потому что это Кашкай. Они говорят, не, что вы, вот посмотрите, там две гайки сбоку совершенно другие. Да это вообще другая машина. Да нет, и руль у нее не такой, и там вот выхлопная труба, вообще ничего общего. Ну, колесики, да, знаете, от детской игрушки, от каких-то там роликовых коньков. Вот теперь они перестали валять дурака, они сказали, да, сейчас мы из Кашкай вам сделаем самосвал, грузовик, тачанку, будет ледокол, будет ледоход и еще чего-нибудь такой внедорожник. Ну, а какой бы вот вы посоветовали кроссовер, вот, ну, все-таки с таким намеком, скажем так, на проходимость? Любой кроссовер имеет проходимость ровно в пределах геометрии. Как только он зацепился чем-нибудь за землю, неважно, бампером, колесом или какой-нибудь перекладиной лонжеронов, все, борьба закончилась, потому что все его имитаторы и блокировки, они позволяют иногда укатиться назад, а иногда уже нет. И в этом отношении даже неважно, он кто будет, Volkswagen, он будет Nissan, он будет Toyota, посмотрите на беспомощность Toyota нынешний Highlander. Это же вообще катастрофа. А вот, кстати, новый Highlander. Вот тот, который к нам сейчас придет, у него наконец-то перепрограммированы мозги, и они попытаются сымитировать хоть какие-то блокировки, хоть какую-то. У которого уже пришел. Да, вот он уже, собственно, пришел, вот первые счастливые уже сейчас поедут. Вот у него борьба за живучесть корабля уже, по крайней мере, хотя бы сделана с учетом того, что в нашей стране иногда люди ездят по газонам. Заехал на газон, и у него все четыре колеса расползлись в разные стороны. Ну, как корова на льду, он сказал, ой, а я не могу уйдеть за трактором. И стоишь так возле гипермаркета и думаешь, вот что с этим делать? МЧС вызывать или что? Или сент-траки под колеса совать? Новый, да, уже будет похож более-менее на автомобиль. Это уже не просто Camry, это Camry, такая, наверное, совмещенная с Победой, если помните, была у нас Победа полноприводная, это уже кое-что. На этом уже можно что-то хотеть. Но, ровно в пределах геометрии. Поскольку, конечно, двухсотка, она будет биться, она может себе всю физиономию расквасить, но она будет биться за вас до последнего на бездорожье. Заблокировался, в понижайку, вперед. А на всех остальных паркетниках? Даже такой задачи никто не ставил. Если вы инженерам в разговоре намекнете, что вы ждете от своего кроссовера вот подобных подвигов, они скажут, что, ну, русские, вы слишком много пьете. Ну, просто нельзя так. Я понял. Спасибо, Сергей. Ой, спасибо вам. Денис, здравствуйте. Алло, Денис. Алло, здравствуйте. Неужели вы Денис? Да, он самый. Здорово. Говорите. А вот у меня такой вопрос. Влюбился в джип-паганер. Вот ничего особо не могу подделать. Хочу. А где найти, не знаю. Пару вариантов наших. Который? Ну, который вот еще джип именно ваганер. Вообще, ваше мнение, что думаете по этому аппарату? То есть, вы хотите посвятить свою жизнь коллекционированию антиквариата, оставшуюся? Ну, 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 да. Ну, какой же так антиквариат? Он реально красивый, такой мощный. А как он внутри выглядит? Ах, сказка. А еще тот, который именно с деревом. Ну, да. Да, собственно, вы на какие года выпуска целитесь? Мне кажется, где-то в 87-й год. С 87-го до 91-го. Вот, по-моему, вот эти года. То есть, вы хотите себе четырехфарный чирокий, потому что можно ваганер взять 69-го года. Он будет еще интереснее. Но это будет полный антиквариат. Продолжение следует...